так сегодня 21 сентября и мы опять идем на разведку в другой свой лес по тропинке сейчас будем просто идти ну вот все равно по пути попадается он капелок красный кирпичный только-только лезет молодой совсем ну про него отдельность фильм снимем обязательно расскажем о странном отношении к этому грибочку в одних говорят ядовитые другие собирают едят и хвалят хорошо ну все идем сейчас нужно предстоит где-то километра полтора идти по лесу ну вот стоило отойти от машины где-то 50 метров идем по тропинке ну грибов нету понятно грибники не ходят и уходить в лес зря если грибов нету и вот прямо на тропинке яма на тропинке это показатель того что в этом лесу давно никого не было хорошо молодец ну чуть 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 конечно не совсем молоденький но замечательненький а я сорвал уже ну ладно вот пусть опять вот так я груза чуть никого не было раз прям на тропинке он вырос то и вот а вот его друган молоденький а вот это лиотия как она туденистая студенистые это как где джигеля носит геленосус ну желейная короче вот это лиотия на смотрите какая как вот из мармелада сделаны такая вот меденькая тут же говорят вроде съедобный гриб пока ну пробовали ну так нормально хорошо значит вот беленький и так все молоденькие хорошо но то что на тропинке значит никуда никто здесь не ходил значит там по форзонову то надо побегать как раз елого это ну не будем оставлять возьмем не конечно все я думаю может рассказать про них да кучу про них рассказать так все знают ладненько берем в корзины и идем дальше а это вот семейка млечника блеклого блеклого как они тут он почти похоже на серушку чем-то очень вот такой вот слабо слабый хрупкий буквально вот рассыпается при ближайшем и поэтому не пользуется большой популярностью что его трудно домой донести в целости сохранности весь ломки чересчур или блеклый мы его еще и вялым называем ну тем не менее идет засол будете какая семейка дружно это много но мы врать не будем бог с ним ну вот идем да идем по тропинке смотрим какие тут всякие грибочки ну вот семья этих дождевиков жемчужных но уже старенький ну я думаю да мягкий лишь уже все как вот пластилиновый вот этот он белый но до дому не донести да 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 он должен быть пенопластовым то есть сухим и таким вот упругим а если уже пластилиновый то хоть и белый то значит все процесс пошел до дома не донести но если в еду а если в для лекарственных целей то и неважно до елок то вершину вершина отгорела ну смотри отломилась в этом году да 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 так и продолжают пока не будем брать не будем рогатики нормальные такие вкусненькие кислинки хорошо идем дальше дорожка ведет дальше вот а это мокруха мокруха сосновая ли мокруха пур про о ой как замечательно ладно вот ее возьмем пусть она лес у нас сейчас стал больше елки елки и с кислицей по земле да елкам в этом году как-то не везет валить он прям ломает ломает вершины здесь причем ломает от прям с хвоей он тоже стоят без без верха может это заболевание 10 или какой тут вирус на или может все какое то что не сухие нормальные вроде бы деревья так что идти по тропинке сложно все вот завалено таким странными обломками ладно вот природа свои какие-то законы вот на тропинке среди всяких паутин очков всяких одинокие беленькие тоже встречаются топа ну это тоже пожилой ну посмотрим ну так то вроде ничего на сушку пойдет еще интересный грибочек это вот мы тут увидели вот такой вот всего паутинник кроваво-красный да вот я тоже думаю или кровяно-красный не знаю это кроваво-красный кроваво-красный смотрите какие у него красивые какие красивые пластилинки сверху он темно-красный даже бордовый ножка тоненькая то что кровяно-красный он коричневый сверху а пути путь эти пластинки вот такие он тоже относится относятся к к разряду вот этих технологических грибов они несъедобные но использовались в крошении тканей вот этот данный гриб давал вот такую насыщенную красную краску ну пахнет ну не противно нормально пахнет да ну красавица вот такие они видишь как красавица еще надо давно я их не видел а с другой стороны вот как на них внимание обратить они масенькие же вот если по сравнить вот сравните с этой с листиками кислицы да вот даже маленькая сыроежка вот маленькая сыроежка тут по сравнению с ними грибочек вот красивые да класс особенно пластинки ну вот наши предки использовали для наведения красоты он еще стоит такая семейка интересная но мы собирать не будем ибо все таки скорее всего ядовитые да и просто маленький нет ну да в еду нет это однозначно я имею ввиду что красить мы вряд ли что-то будем хотя может быть созреем это тоже интересное направление грибы в народных промыслов хорошо ладно пойдем лес лес это вот такой все елки да елки сейчас будет спускаться вниз к ручью наша цель найти посмотреть желтые грузди вот семейка черных гиграфоров о какой этот старенький а он его товарищ это вполне в таком в промысловом виде это мы спустились пониже сейчас кручью сыра вот они тут и растут будем гиграфор отобрать не будем ладно тогда пусть лежат вот ну и тут же осень это пора опят и опята вы здесь прямостились на сосновом пне это опенок сосновый или ну как растет о или еще на его называют ложно опенок серо пластинчатый вчера мы увидели его на грунте ну на закопанных на закопанных ветках а здесь он уже вот как настоящий на пне растет или гифолома головообразная гифолома капитес вот такой вот грибочек пластинки он замечательный чем что пластинки вот такое серо-голубоватого цвета цвета макового зерна вот он получил такое название ножка как видите в начале светлая потом немножко краснеет сверху он вот желтоватый и такой как бы кожистый запах у него приятный хороший идет на все виды заготовок можно жарить варить суп мариновать солить но даже есть фильм как мы его солим горячим способом ну хорошо вот такие вот ну сейчас это его время а вот и первые желтые грузди в этом году все залиты водою видать что им очень тяжело так что смотрите вот буквально в воде стоят все залито где бедняги он тоже так желтая груздь ну ничего так принципе качество нормальное мы пойдем дальше здесь семейки то есть хорошенькие были 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 все было у вот этот этот малышок нормальный а этот увы тут эти из-за сырости его плесень взяла ладненько пойдем дальше груздочки попадаются очень ценные грибы наравне ценятся наравне с белым груздем даже удивило как-то был комментарий наша зрительница там поделилась своими впечатлениями говорит ходила какому-то эксперту по грибам и тот сказал что это гриб несъедобный это очень удивило потому что гриб этот идет и в государственные заготовки его закупает за год конторы и так далее ценится очень высоко а вот цель нашей нашего похода мы шли вот сюда за желтыми груздями посмотреть потому что пришло такое сообщение что они заросли но мы тоже думать какие мы на свои места пойдем и оказывается действительно заросли смотреть какая какая семейка то да 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 вот я вот сейчас прям по нему иду вон торчит из муха да такие как-то полувозрелые тоже из муха торчат да 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 тут что копытом взбили может он они и он там прячется тоже вот папоротника но удивительно стоят а прям чуть ли не в воде вода уже блестит лужа стоят ходим еще чавкой так что но другой раз растут значит им хорошо но не логично вот ну все тогда будем собирать будем собирать ланика и вот в воде я прям чавкает вот все вода стоит торчит старенькое дерево сухое уже и появились настоящие осенние опята то есть и опята начались ну были сообщения что московской области пошли ну вот мы видите и в вологодской оказывается тоже идут но первый раз вот я встретил так что может есть какое уникальное место но теперь будем внимательнее смотреть вот растут на дереве бывает еще форма что они на земле растут будем смотреть еще один признак осени это начало роста вот этих вот белых рядовок смотрите какие семьи большие но это еще маленькая семья но все равно удивляет количество и размер плодовых тел ну считается как бы что она ядовитое другие говорят нет не ядовитое просто горький вкус и крайне неприятный запах ну мы даже и проверять не проверяли и в общем то как горит она нам надо пахнет не очень хорошо ну впечатление впечатляет своими размерами а вот под на вывораченном корни он под корнями смотрите какая какая радость грибника растет вот один из самых ценных грибов наших лесов это рыжики смотрите какие красивые это рыжики рыжики еловые вот они вот так выглядят эти у них действительно рыжие пластинки оранжевые посмотрим ну те с дырочкой ну вроде чистенько очень да и тут черви здесь очень быстро находят добычу и человеку тяжело сравниваться со скоростью червяка пока человек придет червяк уже все съел хорошо ладненько ну рыжики обычно чуть-чуть вот если чуть позже когда уже будет чуть прохладней уже не так эти насекомые летают и тогда человек все таки человеку удается насобирать вот а сейчас ведь и черви оказались быстрее так ну и то хорошо вот тут значит и маховички попадаются жил табуры ну вот на островах немножко пособирали теперь летит и на материке до какого размера уже дошел прекрасный прекрасного качества никаких вопросов так ну вон еще семейка вот эти уже эти уже наверно и не дожили до светлого дня встречи с грибниковым хотя не только о о ну даже отличный чистый никаких так а этот и этот хорошенький ну хорошо так что пойдем пойдем дальше вон там еще торчит так 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 замечательно очередная семейка рогатиков сколько тут но они уже перезрелые вот когда они молоденькие так вполне нормально мы их жарили ну такие вполне нормальные на вкус прошел пурдон все опята прицепились прям около самой воды возьмем вот еще долгие путешествия по лесу приводят приводят к таким выводам что не всегда то что написано в книгах соответствует действительности и вот например всегда говорят и во всех книгах пишут что опенок осенний растет на березах ну или на лиственных а вот сейчас это елка елка вот просто стоит три ну одна елка вот это живая вот эти две елки мертвых и у них на основании вот пожалуйста настоящий опенок осенний эти какой мощные дружи вот молодежь пошла пошла из елки то есть бывают исключения это вот сырой такой лес еловый прямо на берегу ручья вот вода вода стоит аж хлюпает под ногами и вот здесь вот пожалуйста умирающая елка но она уже мертвая поедается опенком осенним настоящим все как положено видите классический классический вид все как положено но на елке так что вот надо иногда и проверять то что написано в книжках на практике ну действительно чаще всего да на березе вот на ольхе на рябине но бывает и вот на хвойных ну ничего сейчас это дружа пойдет к нам в корзинку ножки то толстые ух какой самый тот размер все идем дальше в поисках желтых груздей а эти опята уже прямостились на земле ну как бы на земле на самом деле там скорее всего какой-то какие-то гнилые ветки вот вот среди травы можно и опять встретить тот самый тот размер для мариновки идеальный они еще закрыты юбочка не оторвалась от ножки от шляпки вот хорошо ну вот это главное на елке да нашли осенние опята вот так вот прямо на елке такие жирненькие толстенькие хорошенькие ну ты их берешь для каких целей вот а вот я хочу их замариновать они хороши маринованные так соленые ну вот я их сушила даже потому что это по конкретной просьбе отдельного человека сушила вот так вот то есть ей очень нравится опята дети никто не берет почему-то вот ну вот маринованные это мне очень нравится правда у них вот много слизи но эта слизь то самое то вот это и есть интересно ну бульон то такой вот некоторых вызывает аллергию поэтому вот для таких чувствительных людей лучше отваривать опята немножечко ну минут пять эту первую воду сливать а уже потом делать все что хочешь то есть вот даже вот так вот даже так да потому что есть люди очень чувствительные ну я значит бесчувственно ем сразу да да вот ну бери ой какие красивые да только выпали выпали вылезли вылезли да беленькие чистенькие хорошенькие маринованные сделаем ну хорошо ну самое конечно удивительное что на сосне а вот на елке на елке да и цвет то вот такой золотоватый может это вот медовая форма нет нет ну ты дело в том что мы еще похор забираемся да их 10 форм 10 форм оси этого осеннего опенка да мы слабо разбираемся пока в этом всем но пока просто забираем да еще ну хорошо ладненько пойдем дальше вот среди такого ельника сырого и масленок попался такие вот маслята тоже бывает в этом году что-то попадались на сосничках таких вот мелких ну они уже быстро состарелись а вот здесь в ельнике в сыром ельнике видите и размер какой и абсолютно качество замечательное и рядом по соседству буквально еще парочка желтых груздей и он лезет из тоже желтой гроздь ну растут значит очень хорошо будем собирать а вот еще на одной елке опята сейчас схожу вот здесь и что это срезали думал просто единичный уникальный случай ничего подобного оказывается вот ну как они из-под коры интересно что я не обращал особо такого внимания раньше на елке не видел ладно век живи век учись здесь еще семейка грудь сдувая вон вон какие спряталась стоит и тут ну все тогда ладно будем собирать еще еще одна семейка да а смотри вот и молодые есть есть вот малышня то какая вот хоть немного а есть да удивительно ну такое чувство что никто не ходил потому что думают что грибов в лесу нет это первое второе попробуй проберись ну это да что-то нападало столько всякого причем все вот елки то пострадали со страшной силой и сыра ладно хорошо режем ох какие красавцы ай-я-я вот идеальный 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 ладно ну вот и вот такие чудеса тоже встречаются эти какие не знаю что это за грибочки но меня удивил их вот такой вид количество растут на гнилое древесение и тонких тонких ножках очень интересно настоящее болото вот тоже грибочек так он просто привлек внимание сои интересной формы смотрите какой скантиком это наверное из паутинников кто-то или волоконец не знаю но красивый да так вот три выглядит белый кальматок интересно посмотрю по справочнику кто это вот 2018 год вот да вот по этой дороге мы ездили на машине проезжали спокойно а сейчас смотрите болото просто здесь и на тракторе я думаю уже не проехать да исторический документ такой я в первый раз вижу в этом месте а вот такое вот это березовый сувель смотрите какой он гигантский вот по отношению к человеку вот мы его уже знаем долгие долгие годы и береза растет с ним она живая ничего страшного не происходит вот но конечно но с другой стороны вот на ней уже появились трутовики то есть она уже болеет в принципе этот басовель сюда не вытащить домой притарабанить какое там ну это вес гигантский просто нет ну красиво красиво но неподъемно но неподъемно вот вот такие вот красоты бывают ну вот этот сувель рассматривали потом я вон обошли а здесь еще какие чешуйчатки 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 обыкновенные ну на березе уже и трутовики да все и чешуйчатки березе уже приходит конец так что можно быть я вещь не брал его потому что как бы береза зачем ее рубить там и так далее вот но теперь судя по всему это уже все так что тут ну вот когда можно было на машине ездить а тут надо было можно было сейчас не проехать даже близко ага ты берешь их что ли ну за пятом месте замариную это что а че думаешь нормально будет конечно ну ладно мы же ели хорошо ну вот а сейчас на обратном пути зашли в лесок здесь вот мелкие елочки березки и здесь видите вот черные грузди попадаются молодые и млечник обыкновенный серушки так что вполне можно собирать так хорошо вот этот млечник обыкновенный или как еще называть серушка у нас или желтая дуплянка хороший гриб смотрите в большом размере ни червей ничего вот такого он уже розоватого вида ну под дождями там он молоденькие стоят так что растет хорошо будем резать очередная семейка серушек вот чем они хороши семью нашел и можно резать о какие красивенькие вот этот молодые вот свинцово-серые а это более взрослые уже видите она светлеет становится розовато розовато-желтый уже как бы процесс вымачивания уже на корню начался тут вон еще стоят волнушки ладно режем дорога назад с корзинами тоже тяжело аккуратненько аккуратненько так давай подходи я тебе руку дам никогда здесь воды даже не видел ни разу не ну сыра я говорю ну чтобы он текла смотри ручей вот так да такого я не видел и или плетешься ну отлично началось да я черные грузи почти кирушки волнушки подосиновик один да ты что белый один всего один ну ясно желтые грузи ну все ладно грузимся и едем домой хватит холодно стало и уже темно смотри а камера показывает что светло да а я думала мы еще рябины нарвем да вы рябины хотите рвать я думаю что это лучше завтра сделать очень очень